В Хасавюрте в зале заседаний состоялось еженедельное аппаратное совещание «Актива города», которое было начато с минуты молчания в знак скорби по погибшим ужасной трагедии в городе Кемерово. Основным вопросом повестки дня значился отчёт о проделанной работе специалистов юридического отдела администрации за 2017 год. В цели реализации возможных задач и соблюдения законности деятельности и наиболее эффективного исполнения полномочий главы города Хасавюрта и администрации города специалистами отдела в 2017 году была проделана следующая работа. Осуществлялось взаимодействие в совместной работе с администрацией, главы и правительствами Республики Дагестан, Министерством юстиции Республики и другими министерствами и ведомствами Республики Дагестан. Осуществлялось взаимодействие в пределах своей компетенции с представительным органом муниципального образования, судебными, правоохранительными органами, органами прокуратуры и иными органами по вопросам применения действующего законодательства, обеспечивая защиту имущественных и неимущественных прав, законных интересов муниципального образования и главы города. В судебных органах различные юрисдикции при рассмотрении их заявлений жалоб физических и юридических лиц приняли участие в 293 судебных процессах. Выезжали 52 раза в командировки для участия в Верховном и Арбитражном судах из Кубики Дагестана. Все судебные решения, принятые не в пользу администрации, при необходимости обжаловались в апелляционном, касационном и надзорном порядке. Как отмечает начальник отдела Валентина Израилова, в целях оказания бесплатной юридической помощи и повышения правовой культуры населения работниками подразделений ежедневно проводится прием граждан, где предоставляется юридическая консультация, оказывается помощь в написании жалоб и заявлений и оформлении других документов. Специалисты отдела принимают участие в работе совещательных консультативных органов и комиссий в деятельности рабочих групп администрации, создаваемых для решения текущих вопросов. Постоянно рассматриваются материалы, поступившие из отдела опеки и попечительства для отмены и установления опеки и попечительства, для продажи жилья, собственниками которых являются несовершеннолетние граждане, об изменении имени. Хочется обратить внимание на то, что большое количество судебных процессов и материалов связаны с защитой прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без опечения родителей. Юристы работают в тесном контакте с отделом опеки и попечительства, неся при этом большую ответственность за судьбы этой категории детей и огромную эмоциональную нагрузку. Также оказывали правовую помощь структурным подразделениям администрации, муниципальным казенным учреждениям и муниципальным бюджетным учреждениям при подготовке иных проектов, муниципальных правовых актов, договоров, иных документов, содержащих вопросы правового характера. Принимали участие от имени указанных структурных подразделений в судах. В целях повышения правовой грамотности проводилось консультирование работников администрации по правовым вопросам, касающимся их деятельности. За 2017 год рассмотрено около 60 жалоб и заявлений граждан, 482 документа, входящие в корреспонденции, против 350 в 2016 году, что свидетельствует об увеличении нагрузки по документообороту на специалистов отдела. По итогам совещания работа отдела за 2017 год была признана удовлетворительной. Работникам ведомства рекомендовано оптимизировать мониторинг изменений в законодательстве, продолжить работу по взаимодействию с мировыми судьями в целях повышения взыскаемости земельного и имущественного налога и усилить работу по повышению правовой культуры населения города.